доброго времени дорогие зрители сегодня расскажу о двух пластинках такой международной супер группы с коротким но ёмким названием go и музыки японского композитора музыканта перкуссиониста стому ямашта который собственно был основателем и идейным вдохновителем этой группы термин суп супер группа который сейчас использовал он не просто так для красоты так сказать у него есть совершенно конкретное значение супер группы называют музыкальный коллектив в котором собираются музыканты за плечами которых уже есть либо собственная сольная карьера альбомы либо участие уже очень известных группах то есть это музыканты во всех смыслах состоявшиеся музыканты с громким именем а понятно что когда собираются музыканты такого мирового уровня вместе если у них есть причина собраться и сделать что-то совместно то вероятнее всего результат будет выдающимся и оставить свой след в истории музыки но как правило такие супер группы существуют недолгое время и я думаю этому тоже есть логическое объяснение учитывая все вышесказанное группа гол записала два студийных альбома и один концертный альбом но об этом чуть позже давайте сейчас о названии она состоит из двух букв но на самом деле весьма многозначительное название то есть есть прочитать его по-английски как гол наверное это можно трактовать как такой призыв пошли отправляться в какой-то путь но если по-японски а основателем группы был японец стома я машта слово го означает цифру 5 основных участников в группе было вот этих выдающихся музыкантов было как раз пять человек у слова го есть также еще один смысл но об этом я скажу чуть позже и так музыканты кто же собрался состав этой замечательной группы а клавишникам группы го стал никто иной как немец клаус шульце который принес в эту группу множество синтезаторов в дальнейшем 70-е годы клаус шульца запишет несколько альбомов которые будут признаны одними из самых влиятельных жанрах эмбиент электронной музыки и соответственно берлинской школы электронной музыки вокалистом и клавишниками но и вообще мульт инструменталистом в этой группе был стив уинвуд участник многих известных в 70-е 70-е годы рок-групп ударником группы го кроме перкуссиониста и основателя стома я машта стал майкл шриф наверное более он известен как участник такой нашумевший группы сантана кстати в дальнейшем майкл шриф также участвовал в записи двух студийных альбомов с уже упомянутым клаусом шульце и еще один выдающийся музыкант гитарист элди миола один из самых влиятельных музыкантов в мире 14 раз различными критиками и музыкальными журналами он признавался как лучший гитарист планеты и вообще обладатель множества музыкальных премий и наград стома я машта личность невероятно яркая выдающийся музыкант родился он в 1947 году отец его был руководителем киотского филармонического оркестра и уже в 13 лет стома я машта урожденный кстати цу тому я машта это он позже уже будучи взрослым состоявшийся музыкантом переделал имя то так чтобы она более звучало для западного мира более удобно так вот в 13 лет я машта уже участвовал в качестве приглашенного перкуссиониста в составе выступал во время выступления вот этого киотского филармонического оркестра первое же сольное выступление стома я машта состоялась в 1963 году то есть когда ему было 16 лет после этого его даже приглашали учиться в советский союз однако я машта поехал в америку где учился в известном музыкальном колледже беркли где-то середине концу 60-х годов я машта увлекся авангардным джазом и рок музыкой он как-то умудрялся сочетать сотрудничество и с филармоническими оркестрами и с различными рок-группами тогда же в конце 60-х стома я машта познакомился с синтезаторами он как бы сразу оценил возможности этого нового музыкального инструмента но наиболее полно он ввел их свою музыку уже при создании группы go проект go сам я машта называл попыткой создать поп классический эпик без стилистических рамок и действительно музыка этого коллектива каким-то невероятным образом сочетала в себе как раз авангардный джаз этническую музыку синтезаторные медитативные темы рок музыку и академическую даже музыку то есть это как бы в одном флаконе такие группы как вы за репорт пинк флойд музыка того же того же клауса шульца и авангард допустим штокхаузена группа go записала два студийных альбома первым стал альбом 1976 года одноименный альбом также вышел альбом go to меня этой пластинки нет в 1977 году а а также в 1976 году был выпущен такой вот роскошный двойник это запись концертного выступления которая состоялась которая группа go удала в англии и во франции но альбом это называется live from paris а первый альбом весьма концептуальная вещь в нем рассказывается история некого супергероя сейчас пришло время кстати поговорить о третьем смысле который может скрываться за названием go go это такая японская настольная игра которая по словам стома я машта сочетает в себе набор таких случайностей возможностей абстракции и минимальный набор каких-то правил собственно говоря вот эти слова как нельзя лучше характеризует ту музыку которую стали создавать вот эти выдающиеся музыканты когда собрались и и организовали группу go перед записью первого альбома стома я машта ну понятно человек как музыкант уже состоявшийся и соответственно состоятельный устроил для музыкантов несколько вечеринок во время которых он демонстрировал им на сразу на множестве мониторов космические фильмы от американского космического агентства наса таким образом вот они вдохновлялись как искал сюжет который скрывает этот вот концептуальный первый альбом он рассказывает о неком герои борце который проходит через борьбу с поражение победы и испытания и в конце концов как бы находит себя в неком слиянии с космосом понятно что космическая тема она играет очень важную роль в этом альбоме и здесь конечно талант клауса шульца клавишника и композитора нашел свое яркое выражение он так же как и выдающиеся сольные партии гитариста элди миола и вокал стива уинвуда в общем как и искал это пять выдающихся музыкантов которые собрались и захотели решили сделать нечто совместно в общем всем любителям не только электронной музыки но также скажем прогрессивного рока авангардного джаза музыки ambient и вообще музыки которая как бы расширяет рамки выходит за них очень рекомендую к прослушиванию но по крайней мере особенно альбом live from Paris в котором музыканты сыграли вообще лучшее то лучшее что они достигли во время студийной записи своих альбомов потому что проект GO безусловно является во всех смыслах уникальным даже если мы говорим о музыке второй половине 20 века которая и так подарила нам оставила нам множество музыкальных экспериментов новых стилей музыкальных направлений и так далее и так Стома Ямашта Клаус Шульца Стив Уинвуд Майкл Шриф Эл Демиола музыкальный проект GO музыкальный проект Майкл Майкл